Он сейчас бросил ночные посиделки, активно занимается спортом. Дима Билан – первый в мире певец-космонавт. Круто звучит? Вот и Диме понравилось. Чтобы приблизиться к настоящим звёздам, Билан подал заявку на полёт в космос. И вот уже неделю он ездит в город Королёв и на полном серьёзе готовится к славе Юрия Гагарина. Песню «Билиф» Дима Билан собирается исполнить на высоте 300 километров. Но ведь его заявку на полёт в космос могут рассматривать годами. А за это время у певца запросто появится и другой хит. Если, конечно, не будет какого-то ещё гениального трека. Хотя «Билиф», мы верим, что Дима полетит. Последняя путёвка в космос на российском корабле «Союз» была продана анонимному туристу в январе 2011-го за 150 миллионов долларов. В прессе пишут, что полёт Димы Билана может стоить дороже. Это неправда, что пишут 200 миллионов. У нас есть компания, спонсор, которая готова нам оплатить его полёт. Вот. И поэтому этот вопрос как раз меньше всего нас волнует. Больше всего Яну Рудковскую сейчас волнует новость о том, что она якобы бросила Диму Билана и решила заняться новой звездой, пятилетней моделью Эвелиной Вознесенской. Во-первых, она моя дальняя родственница. Вот, оказалось. А во-вторых, просто считаю, что у неё очень большое будущее. Может быть, она повторит успех и карьеру Натальи Водяновой. Наверное, заниматься карьерой будущей Водяновой Яна начнёт сразу после того, как отправит Диму Билана в космос. Специально для Ньюсблока НТВ Яна Рудковская.